Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим. В этой серии, несмотря на то, что я обещался пойти к Седобородам, меня очень многие просили вступить в ряды сторонников, которые находятся здесь, в Айтране. Поэтому, какого черта, давайте вступим, говорят, у них очень интересные задания. Так, сколько у меня денег? Так, секунду. Надо, я думаю, сделать... Как это делается, что я не в сети? Вот так. Чтобы не мешались. Сколько у меня денег? Денег у меня 1665, я думаю, ты меня научишь. А, это же не ты. Не ты учишь нас к капопашному бою. Пойдем ужинать в таверну. Вот он учит. Боги улыбаются тебе, друг. А он не хочет. Понятно. Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть новость о приеме санта. Короче говоря, вот в этом здании есть какая-то группировка сторонников, куда можно вступить. Я даже не знаю, чем они занимаются, кто они такие. Вообще, первый раз про них слышу. И, кстати говоря, подожди. Мне сказали, что вот около этого глашатая есть крест, на который можно нажать. Вы исцелены от всех болезней, другие благословения сняты. Понятно. Полезная штука, будем знать. А теперь пошли сюда. Будем надеяться, они действительно интересны. Кстати говоря, меня тут научили, что души драконов, которые мы получаем, они не пропадают. Вот, допустим, мы же, помните, брали там слово сила в каком-то подземелье, где именно, я не помню. Но, короче говоря, мы получили элементную ярость. Чтобы ее открыть, нам нужна душа дракона. У нас в правом нижнем углу есть четыре души дракона. И этот тум наделяет ваши руки скоростью ветра, позволяя быстрее носить удары оружия. Круто. Подождем, у меня есть души драконов. А, вот, все-таки, мне ту кнопку жил. Ладно, хорошо, это мы попозже испробуем. Красивое здание тут ни разу не было, кстати говоря. Народ, где есть? Время еще восьми нет. Вы уже спите, что ли? Хозяюшка, тюрьма устала. О, я здесь просто прислуживаю. Думаю, ты хочешь поговорить с кем-то из соратников. А кто такие соратники? Как по мне, целая рава мужиков и баб, которые орудят и разводят беспорядок. На мою соседку-пенсионерку похоже. Прощай, дружок. Прощай. Так, может мне жилые помещения. Кто у вас тут главный? Ну, допустим, хочу я вступить. К кому мне обратиться? Эл, ты че спишь? Вставай. Мы, серые и гривые, долгие годы враждуем с сынами битвы. Нет врага злее, чем старый друг. Ты, по-моему, маленько не тот, да? Кто такие соратники? Когда-то они были великими воинами. Теперь это просто свора собак, что грызутся между собой. Послушай моего совета и обходи их стороной. Надеюсь, у тебя хватит мозгов не связываться с этой шайкой. А тебя-то, что побудило присоединиться к ним? Когда ты доживаешь до моих лет, уже не помнишь, почему ты сделал то или иное. Помнишь только, что это было. Ладно. Ну, в общем, разговор окончен. Да, как-то догадался. Может быть, ты? Если бы не Вигнер, был бы мне конец. Он приютил меня и помог измениться к лучшему. Кто такие соратники? Послушать Вигнера, так они шайка-бездельникам и никчемных нытикам, которые когда-то умели драться. Но он думает, что раньше и вода была мокрее. Я, например, доверю соратникам свою жизнь. Ну, хоть один положительный отзыв. Так, ладно. Всего хорошего, господин. Сдается мне, что... Ух ты. А это кто сидит? А это бабка, похоже, да? Или нет? Если хочешь пойти на охоту со мной, твои ноги должны быть быстрыми, а глаза зоркими. Да не больно и хотелось. Самому изграмору не хватило бы терпения, чтобы справиться со всем окрестным сбродом. Могу я присоединиться к соратникам? Меня подписчики просят. Мы не принимаем всех молокососов подряд. Поговори с Кодлоком, если думаешь, что из тебя может выйти соратник. Хорошо. Где Кодлок? Кодлок. Где? Так. Говорить с предводителем соратников. Понятно. Нам жилые помещения. Я был прав, когда я думал, что сюда. И это хорошо. Интересно. Что это вообще за формирование такое? Для чего они собрались? Смотри, да? Просторно. Норды. Норды есть норды. Кодлок, ты где? Но я все еще слышу зов крови. Тихо. Как и мы все. Такова наша ножа. Но мы можем выстоять. Мы с братом на вашей стороне, естественно. Но я не уверен, насколько легко будет с остальными. Оставь это мне. Интересно. Что-то ты какой-то мутный, да? Кодлок, белая грива. В нашем зале чужой. За кого ты в этой войне? Политика это такая вещь, которой лучше всего избегать. Я предпочитаю открытую схватку. Ладно. Я хочу присоединиться к соратникам. Да ну, погоди. Дай на тебя взглянуть. Да, возможно. Вижу, что дух твой силен. Господин, вы же не собираетесь и впрямь его принимать? Я никому не господин Вилкас. И если я не запамятовал, для тех, у кого в сердце пылает огонь, в Йорваскре всегда открыты двери. Простите меня, но возможно это не тот случай. Я никогда не слышал об этом чужаке. Иногда к нам приходят знаменитые. Иногда те, кто хочет стать знаменитыми. Это не важно. Важно, что у них в сердце. И насколько тверда их рука. Конечно. А каков ты в бою, мальчик? Я могу за себя постоять. Может и так. Это Вилкас. Он проверит тебя. Ну давай. Вилкас, иди с ним во двор и погляди на что он годится. Да. Вилкас. Ну. Не здесь. Снаружи, во дворе. Пошли. Пошли, пошли. Давай, давай. Вилкас. Что-то ты мне не понравился. Больно-то какой-то скользкий типок. Посмотрим. Интересно. Хороший воин, нет? Я думаю, мы справимся. Ух ты. Ты посмотри, да? Ладно, побежали драться. Когда империя сдалась? Да, по барабану вообще. Сегодня я уставший, как собака, поэтому могу многие очевидные вещи опять пропускать. Обязательно напишите мне все мои ошибки в комментах. Вы же любите пупинать меня за это. Я сегодня очень много пахал. Я, по-моему, 4 дня не играл уже в Skyrim. Очень много дел было. Поэтому много чего забыл. Так что вот. Разбираемся потихоньку. Не охота мне пока к сетобородам ехать. Охота что-то такого вот. Так, где ты? Белкас. Старик велел поглядеть на тебя. Так что вперед. Ударь пару раз. Я посмотрю, в какой ты форме. Не волнуйся, я не сломаюсь. Во имя из мира ты не уйдешь с жильем. Ты же сам просил. Неплохо у тебя удар поставлен. Ну и че, нравится, нет? Я не пойму, а че народ такрится. Но в следующий раз будет сложнее. Может, из тебя и будет толк. Но пока что ты еще щенок, свежая кровь. Будешь делать, что мы скажем. Вот мой меч. Иди, отнеси его Йорланду, пусть заточен. И осторожнее. Он стоит дороже тебя. Может, мне выкинут нахрен этот меч. Че-то он вообще берега потерявший какой-то. Стоит дороже меня 70 рублей. Блин, не дает выбросить. Ну ладно. Давайте маленько. На побегушках пошныряем. Так. Понятно. Это, видимо, кузнец. Надо кузнецу пройти. Кузнец у нас вроде как наверху тут, да? Так. Держи меч. Я бы это мечом не назвал, конечно. Скорее, зубочистка какая-то. Что привело тебя сюда? Меня послал Вилкас. Вот его, скажем так, меч. Я так понимаю, ты тут недавно. Правильно понимаешь. Вилкас всегда делает... Ой, всегда держит новичков на побегушках. Видите, уставший. Опять язык сплетается. А, не переживай из-за этого. Все они когда-то были щенками. Может, просто не любят об этом говорить. И не надо все время делать то, что тебе говорят. У соратников никто, никому не господин. Ты сам-то соратник? Я сам вообще-то не соратник. Но никто из них толком не знает, как работать с молотом. А для меня большая честь работать у них. Меня зовут Йорлунд Серая Грива. Я работаю в Небесной Кузнице. Лучшая сталь во всем Скайриме. И на всем Тамриэле. А еще у тебя голос Геральта. Кто-то должен стоять в голове все-таки. Что ж, не знаю, как им это удалось, но как-то удалось. Со времен из Грамора никаких вождей не было. Кодлок предвестник. Он что-то вроде советника для всех. Но каждый из них сам по себе. Каждый сам себе хозяин. Или хозяйка. Ладно, пока. Хочу тебя кое о чем попросить. Что такое? Я работал над читом для Эйлы. Моя жена в трауре. Так что я хочу поскорее к ней вернуться. Если передашь это Эйле, скажу тебе большое спасибо. С удовольствием помогу. Потому что ты мне просишь, а не указываешь. Вот молодец. Заодно с Эйлой познакомимся. Может она сексапильная. Будет повод подкатить. Ива, ты где? Внутри похоже, да? Сколько времени там? 10 утра, судя по всему. А я думал вечер. Ну ладно, перепутал. Ничего страшного. Довольно неплохая, похоже, организация. Возможно, из этого всего что-то и получится. Полагаю, у тебя есть еще вопросы. Хреново полагаешь. Так, подожди. Ты же Вилка с тебе меч на... Любишь ты поболтать? До встречи. Ну все понятно, короче говоря. Мечи отдал кузнецу. Я здесь просто прислуживаю. Где у нас здесь Ива? Кстати говоря, в игре сказали, можно жениться. Обалдеть. Зачем это в принципе? Хотя помню, Фейбл первый играл там, да. Тоже можно было жениться. Было весело. Так, куда это нас ведет? Если хочешь пойти на охоту со мной, твои ноги должны быть быстрыми, а глаза зазоркими. Самому изграмору не хватило бы терпения, чтобы справиться со всем окрестным сбродом. Какая-то высокомерная. У меня твой щит. Хорошо, я очень ждала. Ты здесь недавно? Так-то да. Говорю тебе. Это новичок, про которого говорил Вилкас. А, да. Говорят, тебе удалось задать ему трепку. Ты чуть пополам не сломался. Я сломался бы Вилкас, тебя не услышал. Как думаешь, сможешь одолеть Вилкаса в настоящем бою? Не люблю хвастаться. А, человек действия. Вот Фаркас покажет тебе, где отдохнуть. Фаркас, читаешь? Мне нравится, вы меня звали быстрые клинки. Конечно звали, отморозок. Покажи новичку, где спят остальные салаки. Ну, здоровый новичок. Я Фаркас, идем со мной. Слушайте, это прикольно. Прямо отдельный сюжет. Скьор и Эйла любят меня дразнить, но они хорошие люди. Они заставляют нас стать лучше. Приятно, когда появляются новые люди. Иногда становится скучно. Надеюсь, ты у нас останешься. Тут бывает трудно. Казармы вон там. Выбирай себе кровать и падай туда. Когда устанешь. Терьма будет следить за чистотой. Как всегда. Ладно, вот и ты. Видимо, все рады с тобой познакомиться. Если ищешь работу, спроси меня или Эйл. Когда заработаешь себе имя, Скьор и Вилкас, возможно, станут давать тебе задания. Удачи. И добро пожаловать к соратникам. Хорошо. Кстати, если ищешь, чем бы заняться? Мы получили письмо о том, что в Вайтране нужен боец. Не знаю, что они там не поделили. Да нас это и не касается. Я прошу тебя просто сходить туда и напугать этих молокососов, чтобы вы утихомирились. Но не более того. Чтобы никаких убийств. Ясно тебе? Я справлюсь с этим. Ну иди давай. Кстати, если ищешь, чем бы заняться? Нужно запугать одного человека. Это Карлотта Валенти из города Вайтран. Понятно? Я прислуживала воителям Йор-Васкра, сколько себя помню. Я все пытаюсь понять, почему Скьор вообще тебя впустил. До твоего появления я была самой младшей из соратников. Думаю, это ничего. Я все вижу, все слышу. Я все знаю. А если круг голосует за тебя, я приму его решение. Но это не значит, что оно мне нравится. Я хорошо умею хранить секреты. Здесь без этого никак. Какая-то... Да? Нужно что-то? Ты можешь научить меня блокировать удары? Могу. Возможно, когда-нибудь это спасет тебе жизнь. Блокируем. Давайте маленько прокачаем. Вот, хорошо. У нас новый уровень, да? Ну, хорошо. Мы, пожалуй, возьмем... Здоровье. И нам нужно прокачать маленько легкую броню. Так, это при полном комплекте. Это мне не подходит. Я не люблю в шлемы ходить. На это пока не хватает. Вот это, я думаю, мне пригодится. Это полезно. Теперь прости, мне пора. А, привет тебе. Я вчера убила медведя. А как твои успехи? А я на днях четверых драконов завалю. Нужно что-то? Ладно. Так, пойдемте запугаем эту женщину. Тем более, что это близко. Интересно, наверное, будет квест. В принципе, девочку шестилетнюю мы уже пугали. Теперь запугаем женщину. Останется старика какого-нибудь запугать? Так. Громила по вызову. Подожди. Мне в ту сторону выходить. Будут вопросы? Приходи. Я знаю нашу историю почти так же хорошо, как и... Посмотрим. В принципе, мне очень нравится, что в гильдии все настолько проработано. Это натурально. Отдельный сюжет. Отдельная игра. Как видите, свои персонажи. Свой микроклимат. Свой коллектив. К которым надо будет привыкать. Это интересно. Я думаю, скоро они все будут у меня под пятой. Возможно, я даже возглавлю. Не хватает смеха доктора зло. Так, подожди. Теперь мне туда указывают. А, понятно все. Вот видите, да, я был около того выхода, но оно мне показало на этот выход, поэтому мне приходится делать круг. Это глупо, по-моему. Так, это вообще законно, нет, запугивать эту женщину. Давайте-ка сохранимся, потому что, возможно, я ее сейчас убью. Это будет плохо. Этого бы мне не хотелось. Слышь, Карлота. Это так тяжело жить, когда все мужики к тебе пристают. Но этот Барт хуже всех. А, понятно, мне тебя защитить надо. Меня послали разрешить спор. Мои угрозы меня не напугают. Пошли. Ой, это что было? Ну, давай, посмотрим, чего ты стоишь. Как я и говорил, это, по-моему, глупо, да? Да, вашу мать, ну. Я даже не знаю. Просто порубали. Как мне с ней разрешить этот спор? Надо, как-то, похоже, тактично. Так, Карлота. Так тяжело жить, когда все мужики к тебе пристают. Но этот Барт хуже всех. Кто-то обижает тебя. Этот Барт Микаэль уже на нож нарывается. Так он меня достал. Я слыхала, как он хвастался в горцующей кобыле, что укротит меня, как истинный Норд укращает всякую дикую тварь. Ха! Может, не поговорить с ним? В итоге ты станешь лучше ко мне относиться, и проблема сама собой исчезнет. Возможно. Я могу сама о себе позаботиться. Твои угрозы меня не напугают. Пошли. Давайте еще раз попробуем. Ну, давай. Не стоило сюда приходить. Кто тебя брат, ты учи в руки выше! Нет! В прошлый раз у меня сложилось впечатление, что я задел случайного человека, за это все переполошились. А так-то бить бабу. Женщина, извиняюсь, не очень сложно. Ну, че? А ты крепче, чем кажешься. Твоя взяла. Ничего не скажешь. Ты знаешь, что тебе делать. Ладно. Я все сделаю. Только прошу, оставь меня в покое. Ну, что ж, это был низкий поступок, надо сказать. Если у этой гильдии будут такие задания, это будет весело. Хе-хе-хе. Давайте пойдем, отчитаемся. Почему-то главный вход в упор не видит игра и все время советует мне через задний пройти. Почему бы это? Скьер говорит, что во мне сила изгромора, а в моем брате его ум. Но в тебе ума-то точно нет. Некоторые думают, я дурак. Они получают в рыло. Но ты мне нравишься. Он напоминает мне здоровяка негра из фильма Все или ничего про американский футбол в тюрьме. Там такой веселый фильм. А как же понять людей так приятно, да? Молодец, брат. Хорошо. 100 золотых. До встречи. От тебя я больше не ищу работу. Вот эта девочка, возможно, мне сейчас что-то посоветует. Тебя Аскьер зачем-то искал. Чего он не сказал? Он не сказал, но ты лучше не копайся. Может, у меня и найдется для тебя работенка, но лучше спроси у него. Так, хорошо. Скьер у нас... А вот он как раз. Хожу по огням. А вот это. Ты хотел меня видеть? Хотел. Похоже, твое время пришло. Что ты имеешь в виду? На прошлой неделе к нам приехал ученый. Он сказал, что знает, где найти еще один обломок в утро. По мне он просто дурак. Но если он прав, честь соратников требует начать поиски. Ну, при чем здесь я? Это простое поручение, но тебе пора пройти испытание. Прояви себя и станешь истинным соратником. Фаркас будет твоим братом по оружию на это время, щенок. Он ответит на все твои вопросы. Постарайся не разочаровать его и не подставить под удар. Ну, это же как получится. Фаркас? Ты где? Чинком называют. Обидно, слушай. Обидно. Ну что, готовы? Будешь моим братом по оружию? Как мне сказали. Посмотрим, как ты справишься. Я встречусь с тобой у древнего Каирна. Немедли, брат по оружию. Нам нельзя останавливаться. Что такое Вутрат? Изграмор герой, который основал орден соратников. Вутрат его оружие. Он пришел из древних земель и перебил эльфов. Только не всех, иначе бы мы их не видели. А кто был ключом? Мудрый человек и рассказал нам о кусочке лезвия. Схьер сказал, что ты будешь его искать, а я буду наблюдать за тобой. Понятно. Ладно. Я прислуживала воителям Йорваскра. Так, давайте посмотрим, где это у нас находится. Интересное задание. А находится это у нас довольно близко. Хорошо. Я думаю, мы сейчас до тут доберемся, и потом уже начнем новую серию. Пока что событий не слишком много в этой серии было. свежайшие и сочные фрукты и овощи на ваш стол прямо с полдородных полей на ходу байкана. Опять ты тут носишься, сопля. Я работаю с мамой. Фрукты и овощи продаем. Работать в общем весе. Подожди, я же вашего начальника уже порубал, по-моему. Что тебе нужно? Доброго денечка. Что-то вы никуда не делись, я смотрю, да? Надо будет потом проверить эту женщину в таверне. Возможно, они от нее не отстали. Но, скорее всего, это просто уже отголоски того задания. Не знаю. Алхимию еще надо освоить. Сказали, просто можно ингредиенты собирать их, смешивать в случайном порядке и смотреть, что получится. Таким образом, мол, узнаешь новый рецепт. Попробуем. Как будет время. Так, отсюда я случай не смогу напрямик. Вот, хорошо. Так, или поехали. Нам куда-то, куда-то сюда похоже. Раскачим напропалую, я думаю. Но. Конечно, мамонты. С ними связаться бы не очень хотелось. Но да ладно. Лось. Добрый день. Добрый день. Лось, наверное, от такой наглости просто. Твою мать. Так, записываемся. Что-то ему на меня вообще плевает, да, похоже? Мне бы найти, конечно, место, где было бы укрытие. Так, клинок булара. Давай, давай, давай. Че, уже все, что ли? Так, нужно пока прятаться. А то он меня сейчас забудет своим ледяным дыханием. А как приземлиться? Баляха, муха. Ох ты, кто прибежал-то сюда. Блин, вот эти вот случайные события, конечно, жгут. Так, давайте-ка мое лечение уберем. Чтоб блокировать можно было. Давай, гигант, помогай мне. Блин, далековато. Каким-то крабом я решил перекусить, что ли. Но, блин, куда ты делся? В принципе, я уже к ним приучился, и это не так уж и сложно. Так. Хотя, конечно, расслабляться не стоит. Тихо. Бежим, бежим. И, кстати говоря, сейчас можно от гиганта огрести. Он где-то рядом тут. Так, все хорошо. Отступим, потому что гигант сейчас а то на меня обидится. Давай брать ее, не ходи. Мне ее нужно собрать с дракона лут. Еще одна душа нам. Хорошо. Ну ладно. Да подожди ты, не нервничай. Ладно. Меня уже заколебал. Так, аметист, драконья кость, драконья чешуя, деньги. Перчатки не нужны. Это, видимо, он кого-то сажал. Так, ты куда бежишь? Он же тебя сейчас убьет. Уходи. Смариваю, это вообще стальные яйца, да, охранник? Этого пытается отогнать тоже. Не сказать, что прям агрессивный. И все, лучше можешь. Ваши ставки, господа. Вы дебила. Так, где моя лошадка? Она где-то там далеко осталась. Случайные события, конечно, жгут. Так. Лошадка! Где моя? Элли. Блин, не застревай. Ну вот, я лошадку потерял. Отлично. Ну ладно. Я думаю, пешком набежим. Если всякие не будут нам мешать их. Так, что-то... Далеко идти еще. Да, порядочно. Может, по дороге что-нибудь интересное встретим еще. Хорошо. Ну вот, если ирина, то надо добежать. Раз уж обещал. Бабочка, стой. Поймал. Крыло синие бабочки добавлено. Интересно, это ингредиенты. Э-э-э. Э-э-э-э. Давайте съедим. Ха-ха-ха. корень один съедим пакость какая судя по всему я прям как двухлетний ребенок на вкус все познаю где-то здесь в прошлый раз мне помнится был саблезуб который меня порвал с двух ударов на с того времени конечно уже довольно таки вырос тогда я был по-моему седьмого уровня но все равно думаю ничего хорошего из нашего с ним знакомства не получится так чем пришли судя по всему а тут нежить да причем не один скелет ладно так я думаю будем резать ну не беги дорогой так че все ну и ладно я думаю на этом мы завершим эту серию узнаем что именно там нас ждет следующий с вами был артур всего хорошего пока 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 субтитры сделал DimaTorzok а